Сегодня мы приняли присягу, я сегодня принял присягу на верность беларускому народу и присягнул оборонить незалежность Беларуси. Сегодня незалежность Беларуси под погрозой, про нас, я так лечу, гэта погроза сходить за ускором, за Россией, в экономичном, политичном сэнсе. И я присягнул оборонить беларускую незалежность, як бы гэта не было. Налиновую кокарду. Куда попал, что это за часть, как служится? Ну, на воле лепш. Служить, служить может быть не так тяжко, но на воле лучше Это часть 8-й радиотехнической бригады Худка и Гаваня Она занимается отсочиванием всех полетов, и гражданских, и военных В приватности после так называемого карантина меня посылают в Мазыр И мы будем отсочивать полеты с Беларуси в бок Украины, и с Украины в бок Беларуси Как отношения сложились с командованием части, как приняли? Ну я натурально тут змогаюся за беларускую мову, змогаюся за свои правы Я думаю, что дякую, чем мне, для солдата значное лепшее ставление Спочатку выдали всем солдатам берцы не того помера, просто на уздагат Только после моего вмешательства, всем выдали свои померы И я думаю, что дякую, чем мне, в этой части хотя бы некий парадок зевелся Что отличается солдатам, то солдаты вельми разумные, добрые хлопцы Из всех регионов Беларуси, Зменскую я один Ну и есть с кем працовать, есть с кем собравать, есть с кем служить Скажи об условиях проживания, о кормлёжке, сколько человек в казарме, как кормят? Ну, это войско советское, это войско на попрузе серп и молот, на кокарде червоная советская зорка Ничего не изменилось в советское часу Покуль это войско не служить беларускому народу Лебенец подзяюся, что, дякую, чем нам, дякую, чем нашей праце, беларусское войско станет сопроводой беларуским Кормить с алюминиевого посуду, сечкой, перловкой, разными крупами Дают в часам ковалки колбасы и котлеты Жить можно, но натурально может быть лучше Прочинаемся подъемом шесть ранниц, от боя в десять вечера На вольного часа омаль не было Увесь час занятки, физичная подрихтовка, шахтовая подрихтовка, идеологичное навучание Ну, досать, досать, вкрутка призвучаються до этого аппаратку Але все одно, все одно на воле и лепше На воле можно заработать миллион разов более корыстных справ, чем тут войск А что включается идеологичное? Ну, как офицеры, так и сержантский склад И он сам не осведомляет, как мне подалось, что такое идеологичная подрихтовка И с чем я идуть Тому просто, звучайно, сидим и, как у песни Левона Вольска, спим на поле занятки Абсолютная большиня с Гомельщины и Могилёвщины Переважно это забрудженные регионы Беларуси В Менску маленького нема, я сказал Есть, может, четверть солдатов из заходной Беларуси Берастейщина и Городзенщина Все люди разные, с разными говорками И мне кажется, что они говорят по-русски Али мои зимы размовы Переканали их, что они говорят на тросянце И что их мова нашпад ближайше до беларусской, чем до российской Как в целом уровне образования солдат в отношении с ними? Как принято? Большиня солдатов мают середнюю эдукацию Можно даже середнюю специальную Али я что-то точится с уровня культуры То он досыц низкий И тут самый великий недохоп Это отмысловый подход с боку офицеров Офицеры подают скепский приклад Офицеры лают саматом Зневажают, ображают одного одного Ображают жавнеров Это отбивается на психице этих самых жавнеров Ну и они просто гадуются неморально И вельми агрессивно На мой взгляд, это негативная риса нашего войска Как отношения с солдатами сложились? Вельми сябровские Я всех вельми ценю У свой бок ничего неводной образы, неводного гакпину Шануюсь, поважаюсь И я их шаную и люблю